Всем привет! Продолжаем изучать Spring, и сегодня мы вернёмся к нашему servlet stack. Servlet stack. И добавим к нему, добавим к нему, поддержку языков, поддержку различных языков. Так, что нам для этого нужно? Нам нужен проект какой-то. Я решил создать очень простой проект с нуля, чтобы не городить там. Посмотрел я на предыдущие проекты, которыми мы вот с вами работаем. Они увеличиваются, а я хочу конкретные вещи рассматривать. И чтобы не путаться, создал отдельный проект, маленький. Что я к нему добавил? Самое важное, к нему нужно добавить TimeLeaf и StarterWeb. Всё. Ну и Lombook опционально. Но я надеюсь, что вы уже привыкли к нему и даже не мыслите теперь, как без Lombook жить. Итак, то есть нам нужен TimeLeaf и нужен Web. Я, значит, уже создал простой контроллер, который просто возвращает две странички. Первая у нас по корневому, а вторая по секунду реагирует. И в страничках-страничках ничего особенного нет. Пока ничего особенного нет. Чуть позже мы добавим. То есть пока лишь некие заголовки у нас присутствуют. Окей. Значит, мы хотим добавить поддержку языков. Для этого идём в папку resources и создадим resources bundle. Назовём messages. И начнём добавлять локали, так называемые локали. То есть добавим английский вариант, немецкий вариант и русский вариант. Дефолтный, дефолтный у нас будет английским. Окей. Добавили. И сейчас мы увидим, что у нас появился resource bundle. Значит, это у нас property. File property. Поэтому так и пишем. Какое-нибудь поле. Поле, поле. Какое-то общее поле, которое мы хотим, чтобы оно изменялось в зависимости от того, что хочет пользователь. Я сделаю очень простой вариант. Просто покажем возможность. Значит так. Пишем welcome. Это будет дефолтное. Так. Где там у нас английский? Welcome. Немецкий у нас. Welcome. И русский. Добро пожаловать. Окей. 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 Теперь. 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 Нам нужно. Нам нужен. На страничках. На страничках. Этот. Велком. Добро пожаловать. Нам отобразитель. Я отображу через. А давайте покрупнее сделаем. Окей. Пишем. TH. Ммм. Текст. И чтобы воспользоваться, мы здесь ставим решетку. 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 Spring Boot знает как делать все это подключить. Пишем title. Окей. Все. Готово. 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 Удивлены, да? Что так все просто. Я тоже. Ммм. Запускаем. Готово. 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 Для удобства, для удобства, и он у меня по дефолту на English, на English. Если я сейчас изменю на German, в Germany, так, и перезагружу, вуаля, Willkommen. И если я зайду на, так, Second, у меня будет тоже Willkommen и на Second Page. Круто? Круто. Сейчас я могу снова-снова изменить на английский, где-то на английский. Так. И вуаля, Welcome, 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 Welcome. И если я вернусь на главную, здорово. То есть вот так, это очень-очень простой вариант. Но это зависит от, скажем так, от браузера. Это зависит от браузера. Мы хотели бы сами устанавливать некий дефолтный вариант. Некий дефолтный вариант. И, и, и. Устанавливать. И чтобы юзер имел возможность устанавливать ту локаль, которую он хочет. Как этого можно добиться. Мы сделаем, мы сделаем. Я вот здесь смотрел уже вариант. Здесь осуществляется через механизм сессии. Ссылку я вам оставлю. Но мы сделаем через механизм куки. Через механизм куки. Окей. Поехали. Значит, нам нужно, нам нужно... appp.config appp.config configuration. Это у нас configuration. Мне всё-всё правильно. Bin. И мне нужны локали резолвера. локали резолвера. Вот. Локали резолвер. Угу. И, поскольку мы пользуемся механизмом... механизмом куки, то так и пишем. локали резолвер. Так. Теперь настроим его. Пишем. set. set, set, set. setDefaultLocale. Давайте установим newLocale in. Пусть будет английский вариант. Английский вариант. cookie. Как теперь... Так. setCookieCookieName. setCookieName. То есть, каким образом мы будем хранить в куках. Давайте. language. language. return. return. куки. Окей. Это был первый шаг. Это был первый шаг. Кто хочет, может установить дополнительные настройки. Там их много. Ну, как много. То есть. То есть. То есть. что, например. maxH можно установить. куки. Где у нас этот? maxH не вижу. set. Вот. Можно maxH установить. И другие, другие. Кто хочет, отпускает. Занимается этим. Окей. Ладно. Ключевые моменты установлены. То есть. Default на n. Сохраняем как language в куках. Куки у нас здесь, напоминаю, на весь сайт. На весь сайт. Дальше. Чтобы вот данным, данным резолвером пользоваться. То есть. Тот, кто у нас будет разрешать проблему. Какой локалью юзер будет пользоваться. Мы. Так. Так. Это мы сделали. Теперь нам нужно, нам нужно добавить, скажем так, возможность переключаться. Переключаться. Возможность переключаться. Для этого, для этого нам нужен интерцептор. Нам нужен интерцептор. Здесь мы, значит, смотрите, мы имплементируем. Мы вот уже писали. Это раньше. WebMVC. Configure. Где у нас Configure? Вот он. И в нём, в нём, в нём, в нём, мы, например, так, добавляли MVC в контроле простой. Сегодня, сегодня мы добавим специальный интерцептор. Специальный интерцептор. Который будет управлять за тем, когда юзер захочет переключаться. Переключаться. И он будет устанавливать, устанавливать нужную, нужный нам, ну, локаль. То есть использовать. Так. Пишем регистр. Add Interceptor. Пока он у нас не создан. Сейчас нам нужно, нам нужно создать бин, непосредственный, который, кто, кто перехватывает, кто перехватывает. Значит, локалия. Change Interceptor. И просто, просто, очень просто. Return. New Locally Change Interceptor. Всё. И сейчас мы, вот, передаем этот... Ну, давай, копируйся. Подвисло. Отвисло. Отлично. Так, глиняли. Добавили Interceptor. То есть, вот этот, эти Interceptor и эти Interceptor нам нужны, чтобы устанавливать нужную нам локаль. Нужную нам локаль. Чтобы менять её. Чтобы её менять. Окей. Теперь идём на наши странички. На наши странички. И, и, и. Заводим, заводим div, в котором, в котором юзер сможет изменять... Так, сможет изменять локаль. Локалья. Так, на всякий случай. D. Так. Ru. В принципе, вот эти вот названия, которые я вот здесь вот пишу. D. Ru. Тоже можно было бы поместить в Message. Message, да? И сделать, в зависимости от страны, показывать соответствующее название. Но мы заморачиваться так сильно не будем. Так. И добавим теперь... Вот это всё это дело так же сюда. Окей. Давайте запускать и смотреть, что у нас получилось. Потому что, потому что, потому что, уже на самом деле всё, всё готово. Вот наша страничка. Кук пока нет. Кук пока нет. То есть, если я сейчас попытаюсь поменять, должна появиться кука. Вот она, английская. Если я сейчас поменяю... То есть, вот у меня изменилась на немецкую. Русская, к сожалению, тут будет сейчас такая бельбельда. Проблема с кодировкой. Не знаю, как её пофиксить. Не знаю, как её пофиксить. Кто знает, тот пускай отпишется. На данный момент, не знаю. Так. Теперь, если я зайду на вторую страничку, на Second, у меня будет, естественно, всё поддерживаться. Всё будет поддерживаться. То есть, как мы видим, всё работает. Всё работает. Вот так, вот так. Это очень просто. То есть, смотрите, я установил на немецкий. И иду на главную, на главную, на главную. Естественно, у меня всё сохраняется. Наш великолит сохраняется. Потому что, почему? Потому что мы пользуемся куками. Куками. Куки у нас распространяются на весь сайт. То есть, происходит чтение и устанавливается. И устанавливается. Нужный, нужный, нужная нам локаль. Так. Метод, метод сессии. Метод сессии, кому это интересно. Он очень аналогичен. То есть, тоже резолвер создаётся. То есть, чтобы детерминировать, какая локаль сейчас используется. То есть, вот мы создавали резолвер, только мы создавали куки. Куки резолвер. Затем, добавляли интерцептор, чтобы поменять на новую локаль. На новую локаль. И здесь используется параметр lang. А мы использовали параметр language, чтобы написать всё это в куку. И затем, чтобы этот интерцептор работал, здесь нужно имплементироваться от webmvc-configurer и добавить, вернее, заоберадить метод от интерцептора. То есть, зарегистрировать интерцептор. То есть, интерцептор нам нужен, чтобы менять локаль. А резолверы, резолверы, чтобы установить текущую, текущую локаль. Вот так. Ладно, оставлю я вам эту ссылку, можете посмотреть. Пожалуй, на сегодня всё. Изучайте Spring, изучайте MVC. See you next time.